Девушки отдыхают В эфире новости «Сейчас» в студии работает Василина Карпова. Здравствуйте! И коротко о темах этого выпуска. Незаконные деньги. 29 купюр на сумму 117 тысяч рублей, изъятые из оборота в Иркутской области. Какие банкноты поделают чаще всего? Пожилая женщина не заметила пожар. Он произошел утром в Иркутске. Когда спасатели попали в квартиру, обнаружили, что комната завалена окурками от сигарет. Шелиховские поисковики вернулись в вахты памяти. Бойцы отряда «Сибирь» побывали в Новгородской области. Какие нафотки они привезли? Лучший лесной пожарный 2018. Иркутскую область на всероссийском конкурсе представил Александр Силин. Испытания огнем он прошел достойно. Об этих и других событиях последнего рабочего дня в Приангарии расскажем в сегодня выпуске. Ну, начинаем выпуск с экстренной информации. В Уськуте совершил аварийную посадку Ан-24. Он выполнял рейс Красноярск-Уськут-Ленск. По информации пассажиров, у лайнера отказал двигатель. Сейчас те, кто летел на этом самолете, находятся на аэровокзале Уськута. Как нам рассказали очевидцы, цитата, «без должных условий обошлось. Без пострадавших самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн». Представители пока не комментируют ситуацию. На официальном сайте указано, что рейс по этому маршруту был запущен 20 июля 2018. Нам удалось связаться с коллегами из Уськута, и вот что они рассказали. По информации сотрудников МЧС, сегодня в Уськутском аэропорту совершил аварийную посадку самолет, производивший рейс Красноярск-Ленск. По тревоге все силы сотрудников МЧС были подняты. Гарнизон весь поехал в аэропорт, но на полпути их остановили. Сказали, что все в порядке, самолет сам приземлился без каких-то происшествий. То есть помощь МЧСников даже и не понадобилась. 9 сентября в Иркутской области единый день голосования. Жителям Приангария предстоит определить состав законодательного собрания. Третьего созыва. В него войдут 45 человек. 23 человека будут избраны от партийных объединений. В бюллетенях 7 партий. Это «Единая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «ЛДПР», «Гражданская платформа», «Родина», «Справедливая Россия». Еще 22 человека будут выбраны по 22 одномандатным округам. В помещениях 310 участковых комиссий в крупных городах области будет осуществляться видеонаблюдение. В Иркутске и Ангарске установлены 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней. При Ангаре 92% участковых комиссий сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом. О ходе голосования мы расскажем в специальных выпусках новостей. Первый выйдет в эфир в 11 утра и далее каждые 2 часа. 29 подделанных купюр на общую сумму 117 тысяч рублей, изъятые из оборота в Иркутской области за 6 месяцев текущего года. В основном фальшивомонетчики печатают крупные деньги номиналом 1000 и 5000 рублей. Последних было изъято 22 банкноты. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году было обнаружено 62 купюры на сумму 253 тысячи рублей. Специалисты рекомендуют внимательно проверять подлинность денег, когда они попадают к вам в руки. Должно быть не менее 4 защитных признаков. С защитными признаками банкноты номиналом 5000 рублей модификация 2010 года является это на левом купонном поле полутоновый водяной знак в виде портрета и светлый водяной знак в виде номинала. Следующим защитным признаком у нас является защитная нить, которая выходит на лицевую сторону, имеет изображение 5000 на защитной нити. Радужные полосы, которые находятся на однотонном поле, они зеленого-красного цвета и при наклоне тоже стыкуются с цветным элементом. Кроме того, для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Банкноты Банка России», содержащие информацию о публичных защитных признаках денежных знаков. Приложение не проверяет подлинность в банкнот, но оно поможет узнать, как это сделать самостоятельно, без специального оборудования. Пожилую иркутянку спасли пожарные из горящей квартиры в Иркутске. Два расчета четвертой части приехали к горящему дому в половине восьмого утра. Из окна первого этажа вывалил дым. Как отметили в региональном МЧС, дверь спасателям открыла хозяйка квартиры, где и был пожар. Однако женщина даже не заметила, что все комнаты в дыму. Иркутянку выявили на свежий воздух и ликвидировали пламя. Также из соседних квартир было эвакуировано 10 человек. Спасатели выяснили, комната, в которой произошло возгорание, снимала женщина. Помещение было завалено окурками, загорелся матрас на кровати. Скорее всего, также из-за непотушенной сигареты. При этом сама хозяйка квартиры не курит. Останки 27 советских солдат, а также предметы их бытовых, обнаружили бойцы поискового отряда «Сибирь» из Шелиховского района. Они вернулись с очередной вахты памяти, которая прошла в Новгородской области. Детали поисковой операции расскажем в следующем материале. Вы сейчас можете здесь увидеть специфические предметы, которые нужны были. Сделано даже из костыля железнодорожного. Руководитель поискового отряда «Сибирь» Татьяна Улыбина на открытом уроке рассказывает о находках юных бойцов. Предметы быта, черепа, раздробленные кости, медальоны советских солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Бойцам поискового отряда «Сибирь» из Шелиховского района удалось обнаружить останки 27 солдат Красной армии. Когда это все раскапывается, ты начинаешь примерно думать, представлять, как это все происходило. Не очень становится, потому что там все разбито, кости, черепа все разбиты, расколоты, на двое, на трое части, все придавлено под печками, под стенами. И ты начинаешь это все представлять. Я даже не знаю, как это все описать. Виталий Евдокеев уже не первый год ездит в подобные экспедиции. Именно ему удалось во время работ обнаружить четыре солдатских медальонов, в которых сохранились данные о владельце. Среди поисковиков это считается большой удачей. В этом году раскопки проводились в местечке Старая Русса Новгородской области. Именно здесь в первые годы войны находился концлагерь «Дулак-150». По предметам, найденным поисковиками, можно легко восстановить быт заключенных. Тысячи пленных фашисты направляли на строительство железной дороги. Об этом говорят самодельные болты для скрепления рельсов и инструменты. На самом деле, когда ты полностью вникаешься в работу, это, не знаю даже сказать, но все равно начинает нравиться, и ты понимаешь, какая на тебе ответственность. И поэтому даже те, кто думает, что можно филонить или как-то работать, ты просто начинаешь понимать, что нельзя этого делать, потому что там все серьезно. Конечно, иногда это страшно представлять, когда ты откапываешь остатки. Это для человека, который с нервами, лучше не копать, так как это не выдержит нормальный человек, который нет силы боли для этого. Найденные кости раскладывают на простыни и фотографируют. Затем помещают в специальные мешки, которые нумеруют и подписывают. Весь процесс протоколируется. Для захоронения бойцов ребята сами сколачивают гробы. Это тоже часть поисковой работы. Но такой работы ребята не боятся. Ведь только так можно сохранить память о прадедах, которые отдали жизнь за наше мирное небо. Евгения Власюк, Виталий Шахназаров. Новости сейчас при содействии «Шелихов Ньюс». Александр Силин достойно представил Рыкутскую область на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный-2018». За победу боролись участники из 26 регионов России – федеральной авиалесоохраны. В год волонтеров впервые участие в конкурсе приняли добровольные лесные пожарные, имеющие специальную подготовку и опыт тушения травяных и таежных пожаров. Конкурсные этапы включали ряд испытаний. Это проверка знаний в области законодательства ориентирования на местности, способов и методов тушения и соревнования по спортивному многоборью. Самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий. Конкурсантам нужно было продемонстрировать силу и выносливость, а также умение работать со специальным оборудованием. Полоса имитирует преодоление буреломов из заполоченной местности, что часто приходится делать лесным пожарным в реальной обстановке. Отметим, в этом году на землях лесного фонда Иркутской области было ликвидировано более 630 таежных возгораний. Во второй части выпуска вы увидите Самый быстро развивающийся район. Иркутска отметил день рождения. Первомайскому 39 лет. Как праздновали, покажем через несколько минут. Хоккеисты ангарского Ермака открыли сезон. Оранжевые на домашнем льду сыграли с клубом Тамбов. С каким счетом завершился матч? Снова не повезло. Очередное поражение от Сахалина потерпели футболисты «Зенита». Какое место теперь они займут турнирной таблицей? Расскажем в блоке спортивных новостей. Не переключайтесь. Концертная программа и фестиваль садоводческих достижений устроили жители, отмечая день рождения микрорайона Первомайский. Сейчас в этом районе Иркутска проживает около 30 тысяч горожан. На праздники побывала и наша съемочная группа. Достижения от миниатюрных тыкв до авторского ландшафтного дизайна и маньчжурского ореха. Результаты своих трудов на традиционном празднике садоводов демонстрируют жители микрорайона Первомайский, который проходит в день его рождения. Мы живем здесь с 60-го года. Полвека больше. Ну микрорайоне-то 38 лет. Ну микрорайон тоже наш хороший депутат и нас не забывает. Вот площадки оборудуют, покрасили, скамеечки покрасили. Сделали спортивную площадку тоже прямо перед нашим домом. Ребята там постоянно занимаются, внук мой занимается. Такие преображения – результат работы администрации и активных жителей микрорайона. Ведь при их непосредственном участии облагораживают дворы. Инициативы поддерживают и депутаты городской думы. Мы традиционно уже четвертый год празднуем день рождения Первомайского. Организовываем сцену, досуг для ребятишек. Сегодня будут выступать только коллективы, которые находятся на нашей территории. Это детская школа, музыкальная школа. И будет фильм на открытом воздухе. Еще одна важная часть праздника – вручение благодарственных писем. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отмечает активных жителей. Глава города рассказывает, Первомайский – один из самых быстро развивающихся районов Иркутска. Здесь вот в микрорайоне Первомайский, это вообще очень ярко выражено. Это у нас был, кстати, первый микрорайон, где мы комплексно подошли к ремонту улицы Вампилова вместе с тротуарами. И так совпало, что люди проголосовали. Мы еще и сквер Вампилова в прошлом году сделали. В планах городской администрации благоустроить еще один сквер на самой высокой точке Первомайского, где ранее располагалась автостоянка. Его обустройством займутся уже в следующем году. Олег Федоров, Константин Синицын. Новости сейчас. Самых спортивных выявляют на берегу Байкала. Более 230 участников собрала 11-я «Спартакеада» – 9 предприятий, входящих в холдинг «Сибирский цемент». Приангария принимает турнир во второй раз. В каких дисциплинах состязались участники, расскажет Евгений Львовников. 11-я «Спартакеада» холдинга «Сибирский цемент» открывается по всем олимпийским канонам. 9 команд, каждая в своей форме участвует в параде. Через несколько минут они начнут состязаться в турнирах по 8 дисциплинам. Как командным, так и индивидуальным. Чемпионы последних четырех лет – команда из компании «Ангарск Цемент». На «Спартакеаду», проходящую на берегу Ангары, они настраиваются по-особенному. Уверены, родные просторы должны помочь. Она обещает быть самой неожиданной, самой непредсказуемой из всех, потому что новое место проведения «Спартакеады», новые люди, потому что новые дисциплины введены. Новых дисциплин две – плавание и кроссфит. Также в неофициальном зачете между собой сразятся команды чирлидеров. Они стартуют чуть позже, а пока проходят соревнования по уже классическим дартсу и мини-футболу. Чтобы показывать достойные результаты, в каждом из видов сотрудники компании тренируются регулярно. Прочти на каждом предприятии есть спортивные и здоровительные комплексы, в которых могут наши простые рабочие заниматься спортом, уделять этому внимание. Это подтверждает то, что наша компания, как и наша «Спартакеада», постоянно нацелена на здоровый образ жизни. Человек, когда постоянно работает и не отвлекается, у него и трудоспособность падает, и от этого его успехи в работе не очень велики. Мы стараемся в нашем предприятии развивать спорт, и от этого и наши рабочие показатели повышаются, и спортивные соответственности. Как и перед началом любых соревнований, спортивная страсть сжигает все списки фаворитов. И доказывать свое превосходство каждой из команд нужно заново. И только 8 сентября станет известно, кому из спортсменов улыбнулась удача. Все победители будут награждены медалями и памятными призами. Евгений Любовников, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Клуб «Ермак» стартовал в новом сезоне высшей хоккейной лиги с поражения. Игра прошла на домашнем льду. Соперником ангарчан стал дебютант турнира «Тамбов» из одноименного города. Оранжевые ко второй минуте огорчили вратаря соперников. В дальнейшем встреча превратилась в самые настоящие качели. Вперед выходила то одна, то другая команда. В итоге основное время встречи закончилось со счетом 4-4. В овертайме ангарчане имели прекрасный шанс склонить чашу весов в свою пользу. Но гостей спас вратарский шпагат. А в серии буллитов удачливее оказались гости. Следующую встречу «Оранжевые» проведут также дома 8 сентября против Нижегородского клуба «Саров». Иркутский «Зенит» в третий раз подряд не смог выстоять против «Сахалина». Встреча прошла на домашнем поле. Островитян в стадионе «Темп» в Томске. Счет был открыт в середине второго тайма, когда лучшего бомбардира «Сахалина» Александра Гоглоева в своей штрафной снес Роман Усов. Потерпевший хладнокровно реализовал 11-метровый. Под занавес встречи хозяева удвоили свое преимущество. Игорь Маслов удачно сыграл головой после подачи от углового флага. Окончательный счет установил Егор Холодилов, оформив разгромное поражение «Иркутян» 0-3. После этого поражения «Зенит» окончательно отставили от бойки. Лидеров «Иртыш» и «Сахалин» оторвались уже на 7 очков. Следующую игру «Зенит» проведет 9 сентября в Новосибирске против дублеров «Сибири». В завершении рабочей недели наша традиционная рубрика «Продобзор». Сегодня мы изучили цены на овощи в крупных торговых сетях Иркутска. Где самое выгодное предложение, узнаете прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это все, о чем мы успели рассказать. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Там вы увидите то, чего не покажут в эфире. Профиль телекомпании «Айст Иркутска» и «Иркутская область». На этом у меня все новости. Всего доброго и оставайтесь на «Айсте». Иркутска «Айст Иркутска» и «Айст Иркутска» и «Айст Иркутская область».